В Оренбурге появятся солнечные электростанции. Сегодня Министерство экономического развития подписало договор со швейцарской компанией о строительстве таких объектов. Инвестор планирует вложить в развитие альтернативной энергетики в Оренбурге 75 миллионов евро. Поехать на дачу, прихватив с собой целую электростанцию. Это не мечта писателей-фантастов, а изобретение оренбургских ученых. Это солнечная электростанция. Она переносная. С собой плюс панели и положить машину в багажник. Солнечная электростанция вырабатывает энергию 220 вольт. Ее мощности хватит на питание холодильника, телевизора и осветительных приборов. Изобретению дали имя «пасечник» в честь заказчика. К нам пришел пасечник. Он говорит, вот у меня есть пасека, мне нужна определенная мощность. То есть, чтобы работал холодильник, маленький телевизор. И уже многие оренбургские дачники, частные предприниматели начали устанавливать в частном порядке солнечные батареи и ветроустановки. В то время, как крупные энергетические компании области говорили, это невыгодно. Ждать экономического эффекта нужно порядка 10 лет. В Германии вложили в альтернативные энергоустановки миллионы. Спустя 10 лет окупили расходы и получают прибыль. От экспорта своих технологий, от экспорта продукции. Поэтому государственная корпорация «Роснано» совместно с крупной швейцарской компанией решили начать массовое строительство в России солнечных электростанций. Для этих целей был выбран Оренбург. Оренбургская область, она заинтересовала потому, что можно вырабатывать энергии порядка 1 миллион 300 киловатт часов в год. Компания готова вложить 70 миллионов евро в производство солнечных электростанций. Год назад в области начала строительство ветроустановок другая компания. Объем инвестиций – 250 миллионов евро. Заключение договора со швейцарской фирмой – второй важный шаг по развитию альтернативной электроэнергетики. Пока речь идет о намерениях. Зато о каких? Предполагается строительство электростанций мощностью от 25 до 100 мегаватт. Компания эта швейцарская, но в то же время контроль за этой компанией – это такие известные группы, как «Роснано». Инвестиция долгосрочная, однако выгода налицо. Солнце и ветер неисчерпаемы, и в перспективе энергия из таких источников станет для потребителей очень дешевой. Екатерина Политека, Дмитрий Нефедов. Вести Оренбуржья.